Всем привет, сегодня мы продолжаем проходить первую часть игры растения против зомби и у нас на очереди бонусная миссия ваза бой. Перед тем как приступить к миссии мы сейчас заходим в лавку к дейву, у нас на текущий момент собралось еще больше 5000 и этой суммы хватит для того чтобы купить несколько цветков. Затем мы сейчас заходим в зенгарден, тут нам надо поухаживать за цветами, полить их и обработать удобрениями. Попутно получаем монеты, не очень много, но это уже так сказать первый урожай, дальше будем получать побольше. Там пойдут золотые монеты, мы сейчас как раз их получаем, ну и в конце должны получить алмаз. Каждый алмаз нам дает 1000 долларов. А сейчас с помощью нашей перчатки мы группируем цветы в одно место, чтобы не было такого беспорядка. Еще раз их поливаем, получаем монетки и все. Тут мы задачу выполнили и теперь можно приступать к миссии с бонусной кампанией вазы бой. Начинаем мы с зеленых ваз, самых безопасных для нас. В двух зеленых вазах попадается нам ледяной горох и наверху и внизу есть первый зомби. А наверху нам попался такой сильный зомби с ведром. Пока что вазы дальше разбивать не будем, подождем пока наше растение разберутся с текущими противниками. В одной вазе внизу мы получаем горох стреляющий налево и посадим его на вторую линию. Разбиваем дальше вазы и в двух вазах попадается сквош плюс горох. Сквош мы садим наверх на первую линию, ну а горох пойдет на четвертую линию. Кабачок удачно ликвидировал зомби с ведром. У нас пополнение в виде гороха плюс галлюциногенного гриба. Мы их ставим по середине поля. Внизу я очень неудачно выбил вазу, но эта встреча неизбежна. Рано или поздно он бы появился, данный зомби, в парике и в очках. Он у нас есть также во второй части игры. Там он немного выглядит по-другому, я его называю мегамозг. И там он приводит таких летающих зомби. Очень такой сложный противник. Но тут в этой части это все-таки зомби полегче. Внизу для укрепления обороны я высадил орех, так же как и на четвертой линию. А мы вновь выбиваем вазу и в ней оказывается ледяной горох. Убрали зомби по реке. Мы получаем вновь оружие. Это галлюциногенный гриб плюс орех. А так же сейчас получили горох. Горох посадили на первой линии. А ваз осталось очень немного. Попался нам шарманщик, который сам себя подорвал. Ну и в оставшихся вазах у нас оружие. Проходим данную миссию, за которую мы получаем кубок плюс золотые монеты. Переходим в следующую миссию. Компания Вазобой. А в этом уровне визуально ваз намного больше. Ну не намного, но больше. Соответственно нам прибавится работа. В вазах сейчас преимущественно грибы. Есть бесплатный, так же галлюциногенный гриб. Ну и выбили горох. Вновь получаем гриб галлюциногенный. Мы его разместили внизу. И мы еще дополнительно получаем несколько бесплатных грибов. Вообще эта миссия я бы сказал такая, грибная. Потому что из оружия только в основном одни грибы. Есть горох на второй линии. Мы кстати эту линию зачистили. В ней были исключительно растения. И можно предположить, что соотношение в нашу пользу. Растения больше чем зомби. Вновь получаем гриб. Садим его на первую линию. А тут появляется шарманщик. Мы разбиваем. Буквально в нескольких рядах. Происходит такая цепная реакция. И мы одним махом зачищаем процентов 20 поля. Очень удачно. Но могло быть неудачно. Это такой шарманщик камикадзе. Он подрывает себя, растения. Но и может еще подрывать своих собратьев. Опасный противник. Как для нас, так и для своих. На первой линии появляется зомби. Вновь мы внизу открываем вазу с камикадзе. Ну и бежит нам американский футболист. Там его ждет. Как и бесплатные грибы. Так и есть там один галюсиногенный. В целом мы эту миссию должны вот уже сейчас пройти. Остался один зомби на четвертой линии. Там размещены бесплатные грибы. Которые его убирают. Мы проходим данную миссию. За которую получаем кубок плюс золотые монеты. На этом будем прощаться. Подписывайтесь, комментируйте. До новых встреч. Пока.